Международный аэропорт Верона-Виллафранко играет важную роль как для гражданской, так и для военной авиации Италии. Благодаря удобной локации и современной инфраструктуре, регулярно обслуживает внутренние, европейские и межконтинентальные направления. Адрес – Кассел Верона, Италий телефон, плюс 39 045 809 56 66 сайт aeroportoverona.it code. Виарен история аэропорта Верона-Виллафранко началась со Второй мировой войны. В то время он выполнял роль стратегического военного объекта. В мирное время аэропорт не обрел большой популярности, ввиду малой пропускной способности. Ситуация изменилась в 1978 году после глобальной реконструкции, которая была проведена под эгидой муниципалитетов Вероны и нескольких соседних провинций. На территории был сооружен новый терминал и созданы условия для бесперебойного, регулярного сообщения. В результате последующих реконструкций площади пропускная способность аэродрома постепенно увеличивались. В связи с увеличением объема перевозок, к мощностям аэропорта добавились новые парковки, стоянки для самолетов, проложено дорожное полотно, соединяющие аэровокзал с городом. В 2008 году размеры комплекса достигли 147 тысяч квадратных метров, а пассажиропоток превысил 3 миллиона человек в год. Для рейсов аэропорта Верона табло прилета онлайн доступно по ссылке «Аэропорт Аликанте». В таблице приводятся такие данные, внутренний, международный рейс, номер рейса, дата прибытия, отправление, аэропорт прибытия, отправление, запланированное и фактическое время прибытия, отправление, тип самолета, статус рейса. Дополнительная информация. Авиакомпании могут вносить изменения в расписание, которые на сразу отображаются на онлайн-табло прилета, отлета аэропорта Верона. Рекомендуется уточнять информацию у турагента или авиаоператора. Аэропорт Вильнюс Виарен аэропорт расположен на юго-западе, в 10 километрах от центра Вероны. Транспортное сообщение между двумя пунктами осуществляется автобусами-шотлами. Также добраться до города можно с помощью трансфера, такси, на собственном или арендованном авто. На автобусе, аэробус, курсирующий по маршруту, аэропорт, железнодорожный вокзал, отправляется от входа в терминал номер 2. Согласно расписанию, первый рейс от аэродрома отправляется в 5 часов 15 минут, а последний – в 20 часов 30 минут. В обратном направлении – в 5 часов 15 минут и 20 часов соответственно. Интервал между рейсами – 20 минут. Билеты продаются в кассе, в здании аэропорта. Работают терминалы самообслуживания. Стоимость – 6 евро звездочка. Дорога займет около 15 минут. Добраться от аэропорта прилета до курорта на озере Гарда можно с пересадкой на железнодорожном вокзале. В этом направлении от ШД Порто-Нова отправляются поезда и автобусы. Важно, билет на автобус действителен в течение 75 минут. При необходимости пересадки его можно использовать повторно. На такси или трансфере. Выбор в пользу такси или трансфера позволит добраться до пункта назначения в Вероне быстрее и без пересадок. Также есть возможность доехать до других близлежащих городов, к примеру Кампиля, Абана-Терми, Сермионе, Венеции. Взять такси можно справа от выхода из терминала 2, а трансфер вызвать заранее. В Италии действуют международные службы такие, как Киви-Такси, Глобал Трансфер Сервисис. Стоимость проезда до города составит порядка 40 евро звездочка. Местные службы такси могут стоить дешевле, однако, пользоваться ими без знания итальянского не рекомендуется. Дополнительная информация. Согласно условиям сервиса международных перевозчиков, время ожидания пассажира, при задержке рейса не тарифицируется. Аренда автомобиля. В аэропорту находится представительство нескольких прокатных компаний. Взять авто в прокат можно сразу после прилета или забронировать заранее. Предварительный заказ онлайн позволит заранее ознакомиться с расценками и автопарком фирмы, а также получить широкий выбор автомобилей. Дополнительная информация. Перед оплатой проката стоит изучить отзывы и поинтересоваться условиями, нужен ли залог или франшизы, зависит ли стоимость от времени или километража. Аэропорт Мальты на территории комплекса аэропорта Верона-Виллафранко более 4500 мест для парковки. 300 из них предназначены для краткосрочной остановки встречающих или провожающих. Остальные 4200 мест используются в качестве долгосрочной стоянки собственных или взятых на прокат авто. Долгосрочная автостоянка делится на три отсека – крытый, открытый и экономичный. Все стоянки находятся в шаговой доступности от терминалов. Стоимость услуг может быть оплачена в кассах, на месте или онлайн. Дополнительная информация доступна по телефону – плюс 39 045 809 56 56 или на официальном сайте аэропорта. Парковки и цены – шорт-терм паркинг, бесплатно 10 минут. Далее 3 евро в час звездочка – лонг-терм паркинг, от 25 евро в неделю, при условии оплаты онлайн. Комплекс аэровокзала состоит из двух терминалов, расположенных рядом друг с другом, Т1 – предназначен для рейсов вылета, Т2 – предназначен для рейсов прилета. Подробная схема аэропорта приведена в соответствующем разделе на официальном сайте, на плане изображены все важные объекты инфраструктуры каждого терминала. Для удобства используются визуальные подсказки с текстовой расшифровкой. Компактный VRN-EAPOD вместил в себя все необходимое для комфорта пассажиров. Во время пребывания в аэропорту доступны такие услуги – банки, банкоматы, обменные пункты, упаковка багажа, камеры хранения, услуги транспортировки багажа и носильщиков, туалеты, аптеки и медицинский пункт, полицейское отделение, кассы для приобретения авиабилетов, билетов на автобусы. Работают с 6 часов до 21 часа, место для зарядки гаджетов, пункт аренды авто, комната матери и ребенка, справочная служба, туристические пункты, места для курения, комнаты для молитв. Работают с 8 часов 30 минут до 21 часа евро. Работают с 9 часов 30 минут до 23 часов по воскресеньям. Созданы условия для пассажиров с ограниченными возможностями, сопровождение и помощь на всех этапах, льготные условия для парковки, лифт для доставки, оснащенный устройствами для незрячих людей. На всей территории аэропорта поддерживается бесплатное беспроводное интернет-соединение. Сеть работает непрерывно. Для активации необходимо найти сеть Freeluna нижнее подчеркивание Катулло, подключиться и ввести в адресную строку браузера go.freeluna.it, пройти регистрацию. В международном аэропорту Вероны нет собственных отелей на территории. При необходимости можно остановиться в одном из отелей, расположенных в ближайшем радиусе. Регулярные маршруты внутреннего и международного назначения обслуживают более 20 компаний. Представительство многих из них находится на территории аэропорта. Контакты и график работы авиакомпаний доступны по ссылке «Популярные перевозчики» Аэрофлот, Air France, British Airways, Lufthansa, Transavia, German Wings, Air Italy. Какие направления обслуживаются? Ежедневно с аэропорта Вероны отправляются рейсы внутреннего значения в такие пункты – Олбия, Палерма, Пантеллерия, Ром, Катания, Бари. Среди международных рейсов наиболее востребованы такие направления – Аттенс, Амстердам, Берлин, Бракселлос, Каба-Верде, Сайпресс, Крет, Дублин, Франкферт, Гран-Канария, Хавана, Ибиза, Кос, Лондон, Москва, Осло, Палма-де-Майорка. Сегодня аэропорт Верона-Виллафранка играет ключевую роль во внутреннем и внешнем авиасообщении региона. Руководство управляющей компании постоянно обновляет ресурсы, модернизирует и совершенствует системы обслуживания аэропорта. Добавляются новые сервисы и услуги для пассажиров, заключаются контракты с новыми авиакомпаниями. Звездочка цены актуальна на июнь 2018 года.